Аспирант университета Военмех разработал приложение для смартфона, капкан, которое позволяет за считанные секунды просканировать окружающее пространство, будь то дом, магазин, автотрасса или даже лес. Приложение может быть использовано в различных областях, основной функционал заключается в поиске каких-либо объектов. Мы же сейчас попытаемся найти ответы на вопросы, как это все работает и без приложения, поэтому у нас в гостях сейчас его разработчик Даниил Куксенок, аспирант Балтийского государственного технического университета Военмех. Даниил, доброе утро, рады вас видеть, но на самом деле сразу о серьезном, приложения, которые, например, могут находить в интернете какие-то онлайн-магазины или еще что-то по фотографии или людей в социальных сетях, мы знаем давно. В чем принципиальная особенность именно вашей разработки и, естественно, в чем отличается? Да, здравствуйте. Мое приложение, ну как мое, наше, разрабатывалось совместно в нашей научной лаборатории. Оно позволяет на фотографии или видео находить заранее установленные объекты. То есть, если мы хотим распознать, например, человека или машину, мы обучаем алгоритм интеллектуальный, в основе которого лежит нейронная сеть. И затем оно находит на фотографии либо видеопотоки эти объекты. Ну вот мы как раз таки видим кадры, вот, например, вот только что были такие иконки над людьми. Вот что они означают, например, эти цифры, эти слова для нас? Ну, тут все довольно просто. На самом деле просто подписывается, что это за объект, то есть человек. Это человек. Все, этого достаточно. То есть это не будет такого досье какого-то. Вы сказали про обучение приложения. Это подразумевается, что разработчики обучают эти алгоритмы или уже пользователи, которые себе его установили, каким-то образом должны прокачать механизмы, которые выдают потом нужную информацию? Ну, теоретически это можно все оптимизировать до такого уровня, что и пользователи сами смогут как-то менять те объекты, которые они хотят распознать. Но все-таки обычно этим занимаются разработчики, и если есть какая-то потребность у кого-то в нахождении каких-то объектов, соответственно, разработчик эту потребность удовлетворяет, поставляет это все в приложение, и можно находить что бы то ни было. Что угодно. Но а в каких сферах, например, может применяться, и кому может быть полезно? Может быть, например, в каких-то профессиональных сферах, или вот нам в обычной жизни тоже такое пригодится, если мы не можем определить, человек это или машина. На самом деле можно применять в любых сферах, везде, где требуется найти на фото или видео что-то, это может быть применимо. В повседневной жизни это могут быть какие-то хобби, вроде фотоохота, либо какие-то проблемы безопасности, может быть наблюдение, нахождение, что кто-то не проник на частную территорию. А в каких-то промышленных масштабах это, опять-таки, очень много можно развивать в сторону безопасности, в сторону также какой-то коммерции, например, подсчет уникальных посетителей в магазине. Любые задачи разнообразные совершенно, которые можно придумать. А если мы говорим, например, о такой функции, как фиксация правонарушений, вы уже немножко упомянули, ну, предположим, платные парковки. Сейчас новые зоны вводятся в нашем городе. Каким-то образом через это приложение можно вести такое наблюдение, и потом, предположим, или делать скриншоты, или оно само бы отправляло непосредственно тем, кто в этом заинтересован, такие вот фотографии. Да, я думаю, абсолютно можно. Более того, там технологии применяются абсолютно те же, просто, ну, там это какие-то стационарные камеры, судя по всему, либо какие-то машины, которые проезжают и снимают. В принципе, можно и за счет своего персонального мобильного телефона что-то... Даниил, ну вот в какой стадии сейчас находится разработка? Все-таки пока проводится ее, что называется, пусконаладка, или уже можно где-то ее применять? Изначально у нас просто была идея для того, чтобы применять это приложение, ну, тоже там в интересах государства. И вот мы прототип сделали в рамках этой идеи, и сейчас ждем фидбэка и от стороны заказчика. Ну, и также параллельно, там еще есть куда расти, есть куда все это развивать, работаем над улучшением. Мы вас благодарим. Даниил Куксенок, аспирант Балтийского государственного технического университета ВНМЕХ, познакомил нас с трендами IT-технологий. Продолжение следует... Продолжение следует...